Микс Ньюз. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии находится Олег Пек. И это особый выпуск Разворота. Программа «Культурная среда». Как всегда, мы в середине недели обозреваем концерты классической музыки, которые предстоят на ближайшую неделю. И вот этим мы занимаемся с ведущей программой Еленой Приваловой Эпштейн. Добрый день. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня в нашей студии, можно сказать, герои нашей афиши, те, кто будет принимать участие в концертах в самых ближайших, это Гарри Лепрекян, органист, преподаватель консерватории. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. И Александр Кузовов, скрипач, преподаватель колледжа Шопена и закончивший Московскую консерваторию. Здравствуйте. Добрый день. Ну что, тогда афиша. Какие ближайшие? Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Любителям благотворительных концертов еще раз хочу сказать, что каждую среду в Англиканской церкви в 13 часов проводятся органные концерты. И также в церкви Святого Иоанна, Яне Базница по субботам, тоже благотворительные концерты. Сегодня концерт в Домском соборе будут выступать магистранты, оканчивающие Латвийскую академию музыки, Яна Зарине и Лаура Иванова. И у них в программе произведения Дюпрея, Феликса Мендельсона Бартольди и Оливье Мессиана. И хотя у нас орган немецкой фирмы, и на нем достаточно сложно будет исполнять французскую музыку, но тем не менее, мне кажется, программа очень интересная и яркая, и стоит пойти послушать. А вот завтра в церкви Святого Павла в 13 июня в 19.00 благотворительный концерт и выступают наши гости из Москвы Гарри Прикян и Александр Кузовов. Как раз им предоставим слово. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Ну, мы подготовили замечательную программу. Музыкальная такая сокровищница органа скрипичного дуэта. Там будут и популярные шлягеры, и не очень популярные, но, безусловно, заслуживающие внимания какие-то произведения, крупной и некрупной формы. И сольные произведения будут, безусловно, для органа, потому что это все-таки органный концерт. И, соответственно, по большим, скажем так, просьбам слушателей мы включили в программу еще и произведения с нашего прошлого концерта. Это, безусловно, хит и шлягер, а даже от Томаса Альбинони. Да, Гарри и Прикян с Александром Кузовым будут играть в четверг гендаля, сонату соль минор, баха, арио ре-мажор из оркестровой стюиты для скрипки и, в данном случае, органа. Орган будет играть вместо струнных. И также будет очень известное произведение, это Виталий, в обработке Шарли Ля... Шарли... Шарли... Так, 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 я запуталась, запуталась. Шарли – это фамилия. Шарли, да. Леопольда Шарли, французского композитора, который сделал обработку барочного композитора и написал гениальную чекону. Гарри сыграет соло также Вьерна, Луи Вьерна, Вестминистерские колокола, прелюдию для органа Николауса Брунса и их оральные прелюдии Иоганна Себастьяна Баха. В принципе, у нас орган романтический в церкви Става Павла, так же, как орган Домского собора, это немецкая фирма Валькер. И ребята подготовили такую программу, что она будет полностью... Покажет все достоинства этого инструмента. Расскажите немножечко про Виталия. Что это за композитор? Я вам честно признаюсь, я, за исключением этой чеконы, у Виталия, пожалуй, что ничего и не знаю. То есть это композитор одного произведения? Ну, для меня, наверное, да, но я подозреваю, что не только для меня, но и для очень многих... Для Википедии тоже. Даже музыкантов. Там одно единственное сочинение у Виталия. Вот. И ирония заключается в том, что, да, можно сказать, что это композитор одного произведения, но даже это произведение, в конечном счете, не его. Потому что легенда гласит, что была найдена только главная тема, буквально состоящая из восьми тактов, то есть самое начало. И дальше уже есть две знаменитые обработки. Вот одну из них мы как раз играем, это Шарлье. Также есть известная обработка Фердинанда Давида, тоже известного скрипача. И вот две обработки этой чеконы. И, по сути, от самого Виталия, от старинного композитора, там осталось только самое начало, сама тема. Нисходящая тема. Да, да. А почему вы выбрали Шарлье? Она ведь гораздо... То есть расскажите слушателям. Вы ознакомились с обработкой Давида? Знаете, откровенно говоря, просто гораздо более популярна обработка Шарлье, так, не знаю, исторически сложилась, не знаю, может быть, в Москве так исторически сложилась. Да нет, все дело просто, потому что Шарлье безумно сложный. Он сделал наподобие того, как Паганини обращался со скрипкой, и все возможное, что можно выжать из скрипки, он вложил в эту чекону, потому что обработка Давида, она сделана достаточно аскетично, в барочном стиле. И ее как раз любят играть барочные скрипачи вместе с органом. Но, конечно, гораздо ярче, интереснее звучит именно обработка Леопольда Шарлье, и это возможность услышать скрипку, начиная от простой мелодии до двойных нот, безумных пассажей. И, кстати, стоит еще сказать, что у Александра превосходная скрипка. Скажите пару слов. Страдивари? Нет, к сожалению, не страдивари, хотя, может быть, и к счастью, я уж не знаю. Мне очень повезло в свое время, да, причем инструменты подобного уровня часто берутся в аренду, скажем, в госколлекции. Мне повезло, это мой личный инструмент, я им владею, ну, тоже долгая романтическая, ну, такая полуромантическая история. По чистой случайности именно к моему профессору пришла женщина, которая всю жизнь играла на этом инструменте, и под конец жизни буквально, там, заработать себе на безбедную старость, решил его продать. И как раз я в этот момент искал себе инструмент. И, ну, что называется, любовь с первого звука, я только его взял в руки и понял, что вот все, это мой инструмент. А вот как это происходит, действительно? Как находят свой инструмент музыканты? То есть, это история, я так понимаю, ведь, наверное, не единичная у вас? Конечно, но это целая проблема, целая история для любого, ну, прежде всего, пожалуй, струнника, потому что, да, вопрос подбора инструмента острее всего, наверное, стоит у струнников, потому что духовикам, может быть, чуть-чуть, может быть, попроще, у них больше понятно, в какую сторону, да, копать, где искать. И, тем более, что струнные инструменты, особенно тем, что есть закономерность, чем старший инструмент, тем, скорее всего, он будет лучше. Да, если мы говорим про духовые, то там, скорее, новые инструменты будут лучше звучать. У струнных, да, альты, скрипки, виолончели, как правило, да, в приоритете все-таки старинные инструменты, и это целая история, потому что... Вот именно, ведь у каждого, наверное, инструменты есть вот свой этот провинанс, вот эта история владельцев, которые вы им владели, вот как это увеличивает его, ну, не знаю, стоимость или там, ну, какой-то... Ну, про историю владельцев, наверное, только про какие-нибудь самые легендарные инструменты, да, которым действительно владели легендарные исполнители или композиторы на более простом уровне, то есть я не знаю владельцев моего, конечно, инструмента, вот, но это, да, это проблема, Потому что даже если у тебя есть очень много денег И ты буквально готов купить хоть Страдивари Все равно это момент личного подхода Это момент личного удобства, личного комфорта Личного представления о том, что такое красивое и скрипичное В моем случае скрипичное, да, велончельное Простите, а вот, Александр, такой нескромный вопрос Многие рок-музыканты, например, у них там вот есть целая коллекция гитар Вот Фендерс, вот он играет одни произведения на одном Вот у скрипачей это верность одной скрипке Или это коллекция инструментов, которые тоже как бы используются в разных случаях Ну, я подозреваю, что все тут зависит от аппетитов и возможностей кошелька конкретного скрипача Но для простых смертных, что называется, даже для хороших исполнителей Как правило, все-таки это один инструмент такой условно-основной На котором играются там все концерты На всякий случай всегда, почти у всех есть такой запасной среднего уровня инструмент Ну, на всякий случай, чтобы был Ну, если вдруг там что-то случилось, надо отдать мастеру Я не знаю, там, подклеить что-то На самом деле у Александра скрипка настолько ярко и мощно звучит, что когда я пришла на репетицию в воскресенье Музыканты буквально с корабля на бал Они приехали на автобус и тут же поехали репетировать У них было целых полтора часа на то, чтобы подготовить часовую программу Для меня, как для музыканта, это совершенно немыслимо Но они настолько большие профессионалы, что не только Гарри, так сказать, совладал с органом Но это был действительно очень яркий и интересный концерт И когда я слушала внизу, у меня члены общины, так как там еще заканчивал службу, подходили, спрашивали А он что, со своим усилением играет? То есть настолько яркий звук в нашей церкви То есть, хотя скрипичные концерты проходят Но вот такой мощный звук, это вот впервые как раз у Александра И есть возможность его послушать в четверг в 19.00 в церкви Святого Павла И вход за пожертвования А вот мы еще хотели пару слов поговорить о программе Дело в том, что будут исполнены, как я уже сказала, Чекона, Томазо Витали А еще одно произведение, это Адажо соль минор Томазо Альбинони Ну вот Гарик, может быть, пару слов нам скажет Ну это переложение, безусловно, этого дуэта, который играется уже, наверное, во всевозможных ансамблях Во всевозможных, я не знаю, составах На поп-сцене Да, и у нас переложение для скрипки с органом Его играют половина всех духовиков, половина всех струнников Пианисты играют его сольно, органисты его играют сольно Ну вот наш вариант будет скрипка с органом Ну, как бы считается в оригинале, что якобы написано для органа и струнного оркестра Но на самом деле даже оригинала не было Вот то, что рассказал Александр про Томазо Виталия, что было 8 тактов Музыковед Римо Джадзотто, итальянский музыковед-композитор Якобы в Дрезденской библиотеке обнаружил 8 тактов в секвенции и воссоздал Он занимался творчеством Альбинони, к слову, это был где-то 1930 год Альбинони был полностью в забвении Если Бах реанимировал Феликс Мендельсон Бартольди в XIX веке И, кстати, Вивальди тоже, так же, как Альбинони, лишь в начале XX века стал исполняться И вот тем, что Альбинони вернулся в музыкальный мир, его стали исполнять Мы обязаны именно Римо Джадзотто И на сегодняшний день доказано, что даже этих 8 тактов не было, что это все сочинение принадлежит Римо Джадзотто, а не Томазо Альбинони То есть, получается, вот как вы думаете, это подарок Альбинони или вот эта фальсификация, она увела от творчества итальянского композитора В любом случае, мне кажется, это подарок Я, ну, доподлинно, мне кажется, неизвестно, насколько и какова доля оригинального текста Альбинони все-таки Но даже в случае, если это подарок, мы знаем не только Альбинони, композитор довольно-таки плодовитый У него очень много концертов для всяческих инструментов с оркестром Ну, это как раз и открыл Джадзотто Он раскрыл из архива И все творчество хранилось в замке у князя И он, Джадзотто, все сделал для того, чтобы национализировать его творчество И перевести в народное потребление То есть, собственно говоря, именно этому музыковеду мы сейчас обязаны тем, что Альбино не звучит Что он до сих пор не лежит в архивах известных графов, князев И еще есть один яркий пример, это Владимир Вавилов, опять-таки, с его... А это же другая история Ну, с Калючиной Вавилов, да, да, да Опять-таки, тоже вот пример удивительной фальсификации, с одной стороны Но человек, который просто, ну, как, именно не присваивает музыку, а дарит То есть, вот, свое произведение он дарит неизвестным... Ну, так же, как и Шарлье, так же, как Джадзотто Так же и Вавилов, они действительно свои произведения подарили композиторам С Вавиловым немножко другая история Дело в том, что в те времена было, во-первых, из Советского Союза очень сложно пробиться, чтобы музыка начала звучать И он написал серию лютневых произведений для лютни с голосом и для соло лютни И приписал их каждому разному композитору, ни одного своего имени не указав То есть, там, я помню, ну, только вот этого Качини, помню, кстати, который стал известен благодаря уже нашей рижской певице Инессе Галланты, сопрано Она стала исполнять в Домском соборе И из Домского собора уже Аве Мария Качини, не Вавилова Поехала по всей Европе И его исполняют именно как Аве Мария Качини, а не Владимира Вавилова То есть, вот такая история Подобные истории были очень популярны, на самом деле, в живописи Очень много молодых, неизвестных художников подписывались фамилии известных и продавали свои картины Потом, спустя века, обнаруживались, все-таки, кто это нарисовал И этот художник уже был известный, знаменитый и роскошный Но при этом это было очень-очень популярно Там, если брать эпоху Вермера, Босха и так далее И даже каких-то уже и импрессионистов Там, кто кем иногда подписывался и под кого выдавал свои картины Это целый мир И в литературе же тоже, опять-таки, сколько было такого рода фальсификаций Когда писали, выдавали, что это якобы утерянное произведение какого-нибудь гениального Непонятно, сколько из своих произведений написал Дюма Да, это тоже отдельная история Да, это тоже большая тема для разговора, в общем-то Вот мне хотелось бы задать вопрос Гарри Вот Александр взял свою гениальную скрипку «Подарок судьбы» и поехал в любой другой город Орган с собой не возьмешь Как приходится приспосабливаться и, в принципе, насколько много времени Я поняла, что за полтора часа даже не было, наверное, около часа приспосабливался Гарри Какие органы в твоей концертной практике были неудобны, которым было сложно приспособиться? И вот насколько все-таки тяжел труд органиста вот именно в этом направлении? Сейчас вообще существует тенденция в современном немецком органостроении делать пульт с определенными четкими параметрами Чтобы исполнителям было удобно на них играть То есть речь идет о расстоянии, педали, лавке, мануалов друг между другом и так далее А раньше таких параметров не существовало в принципе Органная школа различных стран и различных направлений предполагает абсолютно разный подход к пульту, к исполнительскому пульту в принципе И французские инструменты у них совершенно даже форма педали другая То есть там есть прямая, есть радиальная, есть свои особенности и характеристики Немецкие органы Ну в принципе органы вот Валькера, пульт у них довольно-таки похож у многих Допустим у нас в Москве есть церковь Петра и Павла, где стоит не Валькер, но Завор, тоже немецкий романтический инструмент И пульт того инструмента очень похож на пульт инструмента... Старой церкви Гертруды у нас, в Гертрудинской церкви Да, тоже стоит И поэтому в принципе период адаптации был небольшим Другое дело, что опоздание довольно-таки сильное в этой церкви И с этим пришлось как-то мириться И, ну опять же, опыт органиста заключается... Опоздание звука, я знаю, что я вам объясню Большой люфт между взятием, нажатием клавиши и возникновением звука И возвращением этого звука к исполнителю Это, ну, очень важно И тут речь идет об опыте Я в свое время, когда мне было еще лет 18, наверное, не совру У меня было первое выступление в Большом зале консерватории На французском огромном инструменте ICDKV коля И в старой акустике звук доходил спустя И, я не знаю, ну, с разницей в одну шестнадцатую И когда приходилось играть в ансамбле с оркестром, с солистом То это была сверхзадача, но к которой, ну, нужно было быть готовым И, безусловно, нас всегда педагоги предупреждали о таком варианте Бывают реверберации и опоздание, там, звук тянется 11 Секунд, такие соборы тоже бывают Просто я могу сказать, что для любого, наверное, человека Если он тебя слышит в наушниках с запозданием говорить Вот в микрофон, слыша себя Это просто очень сбивает Это любой, наверное... Это вопрос навыка И вот это настолько сложно, что просто действительно снимаешь шляпу У нас сейчас небольшой перерыв, после чего мы вернемся И продолжим программу «Культурная среда» Микс Ньюз Продолжается программа «Разворот» и особый выпуск «Культурная среда» Я напоминаю, что ведущая программа Елена Привалова-Эпштейн И сегодня у нас в студии Гарри Иеприкян, органисты, преподаватель консерватории А также Александр Кузовов-скрипач И мы буквально недавно говорили о концерте, который будет в церкви Святого Павла Да, завтра, 13 июня в 19.00 И Гарри Иеприкян и Александр Кузовов, гости из Москвы, окончили Московскую консерваторию Очень яркие концертирующие музыканты Но помимо их концерта, 13 июня, также завтра продолжение Рижского фестиваля Антон Лиховский фортепиано и Латвийский национально-симфонический оркестр И дирижер Андрис Пога Исполнят концерт для фортепиано с оркестром номер 2 Ференцилиста А также Рахмайнову симфонию номер 3 И по-моему там Сибириуса будет Еще Сибириус, небольшая пьеса, да, будет 14 июня у нас есть интересный концерт в Домском соборе И там вход за пожертвование Я думаю, что если вы попадете сегодня в кассу и возьмете приглас... Ой, не за пожертвование, а за пригласительным По пригласительным Нужно пойти в кассу и получить этот пригласительный И там будет звучать музыка недавнего нашего гостя Артура Маска Да, и там, кстати, вся латвийская музыка Альфред Калнинш, это родоначальник латвийской академической музыки Янис Иванов, очень красивая у него музыка для виолончели и органа И исполнять будет Эрика Киршвелц, виолончель Айгарс Рейнис, органист, который в предыдущий раз у нас был в гостях Ясмина Хор Виктория Паколница и солисты Инга Данца Кристина Земберга И на этот концерт вход по пригласительным Нужно получить заранее в кассе 15 июня в Большой Гильдии продолжение Рижского фестиваля и очень интересный концерт Может быть, те, кто следят за классической музыкой, заметили, что эта неделя, можно сказать, подходит под музыкой Под эгидой русской музыки Вчера мы в церкви Святого Яна исполняли Петра Ильича Чайковского Вот завтра будет звучать Сергей Рахманинов А 15 июня известный рижский пианист Весерт Шимкус исполнит монографический концерт с музыкой Александра Скрябина Это целиком музыка русского композитора Вот я читал его интервью, где он рассказывал, что со Скрябином у него очень много связано Потому что, будучи еще студентом, по-моему, даже не закончив школу, музыкальной школе Он нашел в библиотеке пластинку, где была запись 1910 года самого Скрябина И его эта музыка настолько запись потрясла, что он стал интересоваться его творчеством И действительно, я понимаю, что это достаточно редкий случай, когда полностью весь концерт посвящен музыке Именно, да, русскому композитору и достаточно редко исполняемому Я вот хотела спросить еще у Гарри, который помимо того, что органист, он также и пианист Окончил консерваторию по двум факультетам, и кафедру фортепиано, и кафедру органа И вот насколько часто в Москве исполняется Александр Скрябин? Ну, начнем с того, что существует вообще международный фортепианный конкурс имени Скрябина А где он проводится? В Москве, в консерватории И на него приезжают пианисты, участники со всех стран А это не та же история, что, например, конкурс Микаэла Теревердиева в Калининграде? Когда его музыку исполняют именно для того, чтобы участвовать в конкурсе И вот насколько можно тоже... То есть этот конкурс проводится по разным странам Микаэла Теревердиева Проводит его супруга, вдова Вера Теревердиева И в разных странах первый тур, второй, третий тур уже в Калининграде На одном из самых больших органов России проводится конкурс И почти в каждом туре нужно исполнять сочинение Микаэла Теревердиева И вот мне кажется, как органист, как исполнителю, что если бы не было этого конкурса То творчество Микаэла Теревердиева мы бы знали только по киномузыке Конечно, его бы редко исполняли именно на органе Это не то же самое со Скрябином? Нет, безусловно, не стоит сравнивать популярность органной музыки Теревердиева С популярностью фортепианного и симфонического творчества Скрябина Его и Прометей, и поэмы Экстаза, и Божественная симфония Исполняются всеми, в общем-то, крупными и значимыми оркестрами мира Его фортепианные сочинения, они входят, в общем-то, в такой золотой фонд, библиотеку И любой пианист в определенный период своего роста не просто проходит, но и выступает со Скрябином А с какого периода? То есть Бах у нас играются, начиная с музыкальной школы Вот вы еще преподаете в Московской консерватории Я не знаю, в школе вы преподаете русское? У меня есть ученики, есть и частная ученица, и есть небольшой фортепианный класс в школе, да, имени Сергея Танеева Вот, Скрябины играются, ну, это, безусловно, сложно для исполнения, для восприятия и для понимания композитора С этим никто не поспорит Но в моей школе, где мы вот с Сашей учились в школе, тогда еще в школе Мисковского У нас уже были одноклассники в четвертом, в пятом классе, которые много играли в Скрябин Уже в школе играли? Уже в школе у нас был одноклассник, там, Павел Шацкий, который тоже стал очень интересным, известным пианистом Который с детства, он воспринимал, понимал эту музыку и выступал с ней Знаете, мне кажется, Бетховена порой играть в школьном возрасте может быть даже сложнее, чем играть с Скрябином Но, тем не менее, его, конечно, играют для, скажем так, для лучшего погружения вообще в знания о природе фортепиана как явление А вы, как педагог на кафедре фортепиана, общего фортепиана в Московской консерватории, часто даете студентам Скрябина? При людии Скрябина совершенно прекрасно можно выучить, и они при желании студента, они могут очень хорошо выучать Для скрипки Скрябина ничего не написал Этюды Скрябина, это уже, ну, и сонаты Скрябина, это уже, безусловно, репертуар профессионального пианиста Но человек, который хочет просто ознакомиться с творчеством Скрябина, у него очень много гармоничной, мелодичной, замечательной музыки Тот же революционный этюд, мимажорный этюд Революционный очень популярный репертуар Это музыка, которую приятно слушать, то есть это музыка, которая не отталкивает И, конечно, с начала кажется, что Скрябин это больше как фортепианный композитор, несмотря на то, что он написал много симфонической музыки Но, тем не менее, все-таки он в первую очередь как бы причисляется к фортепианным композиторам, да? Ну, относительно, опять же, поэмэкстаза и божественная симфония Тем не менее, да А вот есть какие-то композиторы, Александр, скрипичные, которые мы, о которых знаем только благодаря инструменту скрипки? Ну, в первую очередь, конечно же, думаю, все 100% слушателей, которые сейчас слышат этот вопрос В первую очередь говорят фамилию Паганини, и они, естественно, будут правы Потому что Паганини, если бы не был первым узкоспециализированным композитором-скрипачом То уж он точно стал главным популяризатором скрипки И сольной скрипки как самодостаточного инструмента, как действия, как шоу То есть, можно, да, сказать, что он был таким первым промоутером, шоуменом-скрипачом, что называется Да, и как композитор у него действительно практически все написано исключительно для скрипки Конечно же, были до него такие узконаправленные скрипичные композиторы, как там Тортини, Карелли Если же, если говорить о более поздних временах, то 19-20 век, то пусть это будет Замечательный композитор и скрипач Генрих Винявский У которого очень много, очень хорошей, действительно хорошей музыки Дальше Очень люблю музыку Эжена Изаи Тоже начало 20 века Скрипач-виртуоз, написавший достаточно большое количество произведений для скрипки Кстати говоря, он написал шесть сонат для скрипки соло Вообще же, скрипка соло – это очень своеобразный такой жанр, что называется Потому что очень сложно сделать и написать так, чтобы одна скрипка звучала самодостаточно Чтобы не было ощущения, что чего-то ей не хватает И, в принципе, в скрипичном репертуаре вот три таких больших блока Когда говорят про сольную скрипку Это сонаты и партиты Баха Это каприсы Паганини И третье, что сразу же приходит на ум, когда просят сыграть что-то скрипка соло Это будут сонаты Изаи Это действительно интересные, развернутые, самодостаточные произведения Ну и, пожалуй, еще вспоминаю я Пабло Сарасате Тоже, который написал огромное количество скрипичных произведений, миниатюр Которые тоже очень популярны, регулярно исполняются Так что, ну вот, первые фамилии, которые мне в голову пришли Ну, вернемся к нашей афише 16 июня в церкви Святого Павла В 14.00 выступает органистка Лариса Булова Преподаватель Латвийской Академии Музыки В программе будет музыка Агана Себастьяна Баха Феликса Мендельсона Бартольди Антонио Вивальди И немного латышской музыки А вечером любителям вокала В Национальной опере у нас гала-концерт Очень много разных певцов И сопрано, и мецца, и басы, и теноры И все это под управлением в сопровождении симфонического оркестра 17 июня, понедельник, в классической музыке выходной Только радует, как всегда, Домский собор 12 часов пикало И на этот раз будет выступать Лина Андретта Калнцима Вот я хотела спросить у музыкантов из Москвы Бывает ли какой-то день в Москве, когда нет ни одного концерта в классической музыке? Исключено Это невозможно Минимум, я думаю, 6-7 концертов Это минимум Это самый минимум Это какой-то самый прям Это какой-то должен быть совершенно непонятный день Это при условии, если еще 5-6 отменятся Да Ну потому что, да, все основные концертные залы Большой зал консерватории, малый зал консерватории Зал Чайковского Три зала в Доме музыки Еще много камерных В Москве есть такое Библиотеки, музеи И если, например, у нас благотворительные концерты в Риге проводятся в основном в церквях То благотворительные концерты в Москве, ну там уже совсем благотворительные, абсолютно даже без пожертвования, просто бесплатные Проводятся в квартирах, музеях, вернее, надо сказать, в музеях, квартирах Очень популярная площадка музея-квартира Скрябина, кстати, раз уже Как раз Там два концертных зала Вот И малый, и большой И в принципе, если не каждый день, то минимум 4-5 концертов в неделю там проходят Ну у нас, по-моему, в Риге, это музей истории Риги и мореходства, вот там, ну в зале проводятся регулярно Какие-то концерты, если говорить о музеях, как площадке Да, да, ну вот как раз музеи в Москве, музей и концерт, это не антонимы То есть это очень часто и в усадьбах, и в музеях, то есть там приспосабливают даже маленький зал на 30 мест То есть небольшая комната, вот мне кажется, квартира Рихтера, да, она же очень маленькая, там 50 человек помещаются Есть огромный музей-усадьба, он называется Царицыная Там несколько дворцов и несколько концертных залов и несколько площадок, скажем так В летнее время и в период рождественских праздников там в день проводится только в этой усадьбе не менее 5-6 концертов Только там, в день Просто как-то не укладывается в голове И у нас, когда мы готовимся к афише, одно мероприятие в день, максимум 2 мероприятия Потому что сейчас проводится Рижский фестиваль, проводится фестиваль в Юрмале, в концертном зале Дзинтере И большой фестиваль проводится в Латвийской опере Но тем не менее, конечно, классической музыке, где концерт в Большой гильдии за весь, за все время, которое мы, за эту неделю всего два концерта Но на самом деле это даже не всего Потому что бывают недели, когда в Большой гильдии, это, например, как Большой зал Московской консерватории здесь Нет ни одного концерта И, конечно, мне, как и органистке, как организатору концертов, немного грустно И я не могу понять, это связано с потребностью Рижан, что не хотят ходить на классическую музыку Или это все-таки связано с организаторами, которые не делают дополнительного, достаточного количества концертов И вот здесь этот вопрос достаточно сложный, который остается для отдельного разговора Вернемся к нашей афише небольшой Потому что если бы мы, наверное, захотели рассказать вам, тем, кто собирается в Москву, о концертной афише Москвы На один день, да, несколько часов Нам бы потребовалось много-много часов, чтобы рассказать Ну, так вот, 18 июня в Театре Дайли в Большом зале продолжение Рижского фестиваля «Кольцо Латвии» И там будет выступать Лейпайский симфонический оркестр Академический хор Латвии Хор Латвийского радио Я, наверное, вот одно добавлю, кто пропустил программу с Артуром Маскотцем Он как раз подчеркивал, что эта программа готовилась к столетию Латвии Ее показывали вот в прошлом году в регионах, латвийских регионах И сейчас, ну, решили для рижан собрать эту программу и показать ее в Театре Дайли То есть, ну, для рижан есть возможность сейчас ознакомиться с этой программой в одном месте Да, это очень интересный проект, который проходит как раз в рамках Рижского фестиваля И заключительный концерт нашей афиши Это следующая среда, 19 июня Опять-таки, Домский собор Будут выступать еще две молодые органистки, недавно окончившие Латвийскую академию музыки Байба Бэтлера и Лига Деюс Обе органистки И у них в программе, можно сказать, хиты Это Бах, Тезар Франк, Ференц Лист и Леон Бюльман И, кстати, стоит отметить, что Лист Обычно рижские органисты играют именно это произведение А не прелюдию Фу Губе Ацеха и известные вариации сложные А есть у Ференца Лист Харал Который он написал на инаугурацию органа Домского собора То есть его пригласили открывать Домский собор И он написал специальное сочинение, которое показывал все краски Но именно это Харал И очень красивая музыка И есть как раз в репертуаре каждого рижского органиста И вот этот Харал можно послушать 19 июня в Домском соборе В исполнении одной из участниц Вот такая у нас замечательная культурная неделя будет И, кстати, с нашими московскими гостями Которая будет выступать завтра в церкви Святого Павла в 19.00 И у них в программе сплошь хиты, шедевры классической музыки И вот я хотела спросить последний вопрос Как вы выбираете репертуар? Предпочитаете выучить что-то новое из хитов? Или берете и также малоисполняемые пласты классической музыки? Обычно я стараюсь сочетать одно с другим Потому что хиты, безусловно, степень воздействия на публику И степень... Но публика отдыхает, когда знает музыку Когда слышишь что-то знакомое, всегда радостное Люди радуются, когда слышишь знакомое музыку Но при этом обязательно стоит включить в концерт что-то посложнее Которое заставляет ее задуматься И что-то такое альтернативное Просто это нужно сочетать... Грамотные пропорции, что называется Да, чувство баланса у всех действительно разное У каждого оно свое Есть люди, которые прям хит и хит И чувствуют себя замечательно Есть люди, которые иногда просто привносят в программу что-то такое Чего до этого публика, если слышу, то почему не готова? Мне кажется, вообще стоит привносить в концерт Немного музыки, к которой публика не всегда готова Ну, например, какое-нибудь сочинение Ну, у меня вот были две истории Одна... Я играл сольный концерт в Орловской филармонии И там мы согласовывали программу И в числе прочего я однажды решил Тоже что-то смелое, современное произведение Композитора Сильвестрова И мы посовещались с директором И в конечном итоге мне рекомендовали не исполнять Потому что может тяжело зайти, что называется, публике А на другом концерте, по-моему, первый мой концерт там был сольный И я включил там кучу всяких скрипичных хитов Которые уже у меня уже, что называется, в печенках сидят Извините за выражение Но действительно есть супер популярные, супер исполняемые вещи Кстати говоря, как в честь два супер популярных произведения Когда я включил программу, так, по традиции, что называется Даже мне сказали, интернет устроена только прическа Сенсанса И старосатые цыганские напевы Тоже такие шлягеры, которые уже невозможно слушать Мне даже написали, что, может быть, давайте обойдемся без них Потому что, ну, все играют И я очень обрадовался, говорю, спасибо, да С удовольствием без них обойдусь И в частности, я включил Я обожаю музыку Прокофьева Я включил вальс из балета Золушка Прокофьева И даже эта музыка, на мой взгляд, совершенно божественная Очень доступная, понятная Это совершенно не тот ранний Прокофьев, через которого надо продираться И даже эта музыка, потом, как отзывы были о концерте Даже этот небольшой номер, очень легкий и прекрасный Даже он немножко оставил какое-то такое Ну, тяжеловатое, да Слушатели говорили, что, ох, вот Прокофьев все-таки Это вот тяжеловато К моему величайшему изумлению Огорчению, потому что, ну, меня Прокофьева очень-очень Ну, бывают у нас и другие слушатели Другие случаи, когда, наоборот, современную музыку какую-то Воспринимают как такое что-то необычное Говорят, ок, а это, наверное, классика Такое тоже случается И, как говорится, пути Господни неисповедимы И классическая музыка, она очень разная И ходите на концерты классической музыки Спасибо большое, Гарри Ебрекян Александр Кузовов и Елена Привалова-Эпштейн Это «Культурная среда» на встрече Субтитры создавал DimaTorzok